Сегодня хотел бы порекомендовать вам от себя замечательный гитарный канал, где рассказывают об интересных и редких инструментах, об истории становления многих гитарных фирм и чем отличаются их линейки. На канале также есть видео, посвященное музыкантам Ари, ну для фанатов, и их инструментарию. Автор канала Дмитрий живет в Соединенных Штатах Америки, и у него есть возможность не только рассказать, но и показать вещи, которые у нас достать тяжело. Большие запасы информации и всяких гитарных вкусностей ждут тебя прямо по ссылке в описании. Подписывайся, если любишь гитарный контент. Всем привет, сегодня мы с вами изучим музыкальные интервалы. И для тех, кто не знает, это одно из самых полезных знаний и механизмов в музыке, в том числе для гитариста. Для тех, кто смотрел Самоучку, будет неплохо повторить, плюс я скажу кое-какие вещи, о которых я не заикался. Итак, что такое музыкальные интервалы? Это когда у нас есть два звука, здесь и здесь, скажем, какие-либо две ноты. И вот расстояние между ними по высоте и называется интервал. То есть, если мы возьмем гитару и скажем один звук на ней какой-либо, ноту ми. Шестая открытая струна, нулевый лад. То между этим звуком и вот этим звуком будет расстояние в один лад. Ноль, один. Между этим и этим два лада. Между этим и этим три лада. Но в музыке у нас мы знаем не в ладах, измеряется, а в полутонах. То есть, один лад это полутон. То есть, расстояние у нас может быть музыкальный интервал. Полутон. Два полутона или целый тон. Полтора тона. Два тона. Два с половиной. Три. Три с половиной. Четыре. Четыре с половиной. Пять. Пять с половиной. И шесть. На этом мы закончим, потому что мы из ноты ми пришли в ноту ми. Мы прошли октаву и выяснили, что от, собственно, ноты ми до ноты ми у нас может быть 12 музыкальных интервалов по одному музыкальному интервалу на лад. От нуля до одного, от нуля до пяти, от нуля до семи. Давайте запишем, потому что у каждого из них есть собственное название. Пока что просто смотрите. Итак, у меня где-то был черный фоумастер. Вот он. Записываем. Прямо так в столбик напишем. 0,5. Единица. Получается, вот все наши возможные музыкальные интервалы внутри октавы. Как же они называются? Самый первый называется секунда. И второй тоже называется секунда. То есть единичка, ну вот секунда. Почему? Почему два одинаковых названия? Потому что одна это малая. А вторая большая. И в этом очень многое. Понятно, что малая это та, что меньше. То есть расстояние в 0,5. А большая та, что побольше. Расстояние в единицу. Так вот, у нас в русском языке малая и большая. А в англоязычном получается майнер, минор или же мейджор, мажор. То есть малая минор, а большая мажор. Я думаю, вы слышали эти аккорды. Ля минор, ля мажор. Так вот, минор это значит грустный оттенок. Какой-то печальный, злой. Например, металл музыка, пост-хардкоре, металкоре. В частности, многие русский рок, он носит печальное такое настроение. Поэтому там в основном минорные аккорды, минорные тональности, минорный оттенок. А какой-то фольк музыки, народной музыки, там мажорные, светлые, веселые, да, какой-то панк такой. Вот, это мейджор, мажорные, большая. И так же получается, что малые интервалы, малые интервалы вносят в музыку минорный оттенок, а большие мажорный оттенок. То есть, если мы в своей музыке будем использовать малую секунду, где-либо, как-либо вообще угодно, она вносит, соответственно, минорный оттенок. Ага, большая, мажорный. То же самое будет относиться к другим интервалам в той или иной степени. То есть, мы должны знать, что бывают малые и большие интервалы. Идем дальше. Следующий у нас интервал — это терция. Малая терция, большая терция. Здесь все понятно. Терция — это один из самых благозвучных музыкальных интервалов. Сегодня мы его изучим. Дальше идет 2,5 — это кварта. И вот кварта, она бывает только чистой. Ни большой, ни малой. Это стабильный музыкальный интервал, так и называется. Дальше идет 3,3 тон. Три, 3,3 тон, 3 тон. Дальше идет квинта. И все они стабильные. После квинта у нас идет секста. И опять секста. Дальше септима. Септима. Ну и последнее, как мы выяснили, это октава. Мне мудрено догадаться, что секста бывает малая, большая. И септима малая, большая. Как же много всего и как во всем этом не запутаться. И почему я никуда не подсматриваю, могу все это написать. На самом деле, потому что это элементарно. Вообще музыка — это один большой пазл. Чем больше ты узнаешь, тем больше все складывается. И ты понимаешь, везде используются одни и те же обозначения. Одни и те же слова, формулы. Все это, в принципе, цельная конструкция. Поэтому условно, я вам пока просто рассказываю на будущее. Если мы возьмем гамму. Гамму. Допустим, наш ли А минор. То окажется, что первый музыкальный интервал и есть секунда. Что если четвертая нота. Раз, два, три, четыре. Четвертая нота. Это будет наша кварта. То есть расстояние между первой нотой и четвертой. Называется кварта. Четвертая нота. Квартет. Четыре человека. Кварта. Да? Раз, два, три. Четыре. Пять. Пятая нота в гамме. Пятая ступень. Квинта. Квинтет. Пять человек в ансамбле. Квинта. Пять человек в ансамбле. Квинтет. Дальше. Шестая нота будет в гамме. Секста. Сикс. Шесть. Цифра шесть. По-английски. Септима. Септ. Ну, по-французски больше септ. Но, тем не менее. Семь. Седьмой языкальный интервал. Восемь. Октопус, по-моему, да? Доктор Октопус. То есть восемь. То есть мало того, что они все, в принципе, подряд идут. На самом деле тритон не существует. Сейчас объясню эту проблему. Идет кварта. Четыре квартет. Квинта. Пять. Секста. Сикс. Шесть. Семь. Септима. Седьмой интервал. Восемь. Октава. Восьмой. Первые секунды. Ну, осталось только вот с терцами запомнить, где они. Так вот. Во-первых, не надо ничего запоминать. То, что я рассказываю. Это просто все интересно. Единственное, что бы я хотел вам посвятить по поводу тритона. Музыканты. Давайте я, наверное, так покажу. Они очень любят говорить почему-то уменьшенное, увеличенное. Зачастую. И поэтому часто тритона они называют как увеличенное кварта. То есть, вот кварта два с половиной тона, а тритона это увеличенное кварта. Или они могут назвать это, как вы, собственно, можете догадаться, уменьшенное квинта. Так вот, в любом случае, вообще в жизни, если вы слышите увеличенное, уменьшенное, скажем, написано не 4, а 3 плюс, да, то есть 3 плюс или там 4 минус. Что это значит? Что мы сдвигаем ноту или музыкальный интервал плюс или в минус по высоте на один лад. Только на один. То есть, уменьшенное, увеличенное, плюс, минус, это то же самое значит, что увеличенное, уменьшенное. То есть, все равно это значит, что мы должны сдвинуть только на один лад. На два не сдвигается. Это уже другая ступень, другая нота будет. Увеличенная приставочка, только один. То есть, мы играем наш, допустим, кварта, сейчас это зарисуем, а вот квинта. Вот если мы квартем, прибавим один лад, вот этот злой интервал, это и есть тритон. Или если мы от квинты, отнимем то же самое один лад, попадем сюда. Поэтому можно называть увеличенное кварта, уменьшенное квинта, но я называю это тритон. Это не только я придумал, это во многих учебниках так называется, но чаще всего не указывается. Чтобы было легче запомнить, кварта, квинта, секста. Вот, посмотрели на эту табличку, посмотрели на все музыкальные интервалы, как их много, как все это интересно. А теперь, наконец-то, давайте что-нибудь и запомним, что нам пригодится сегодня. Дело в том, что музыкальные интервалы существуют приятные и неприятные. Ну и какие-то такие, как сказать, сомнительные. То есть, по месту зависят. Где-то ничего звучат, где-то плохо, но есть приятные, есть неприятные. Так вот, приятные, которые всегда хорошо звучат, называются консонансы. Консонансы, запишем. А неприятные — диссонансы. Я сразу запишу, что входит в диссонансы, в неприятные музыкальные интервалы. В них входит секунда и септима. Дело в том, что самый приятный музыкальный интервал — это или унисон, или октава. Когда мы поем одну ноту, да, то есть между... То есть это, в принципе, звучат две одинаковых ноты. Что такое унисон? Или же прима, унисон? Это когда, допустим, вы слушаете аудиозапись, и на ней поет исполнитель. И вы пытаетесь попасть в ноты, в те, которые он поет. Петь прямо с ним, на одной высоте. Или же, когда люди, скажем, на свадьбе поют, да, то есть... И если несколько мужчин поют, они стараются ведь... Они же не музыканты, они не будут петь. А давайте-ка мы споем в терцию. А ты в квинту, а ты в октаву. Нет, они стараются петь в один тот же звук. Как-то там что-то попасть, нащупать. Вот, поэтому это называется унисон. Играют в унисон одну и ту же ноту, поют в унисон одну и ту же ноту, стараются петь. Вот. А в октаву это когда у нас, в принципе, та же самая нота, поэтому она тоже звучит благозвучно. Так вот, секунда и септима звучат наименее благозвучно и вносят наибольший диссонанс, потому что они находятся рядом. Рядом с этим самым лучшим музыкальным интервалом, но не он. Так, у меня ведиатор, как вы постоянно теряетесь? Вот они. Итак, то есть, вот у нас унисон. Вот у нас октава. Дело в том, что секунда, это получается или 0,5, или один тон, то есть прямо рядом. Если мы вместе их споём, то есть получается будет... Не звучит, да? И почему? Потому что секунда, она прямо-таки рядом с тоникой, она в неё тяготеет. Когда мы играем, так и хочется сделать, то есть, то есть, вот унисон, а вот... Такое себе, да? То есть приходим, как-то тяжеловато всё это слушается. То же самое, вот октаву у нас. Возьмём от нашей ноты в октаву и отнимем полтон. Мы получим септиму. Не очень. А вот если... И мы вошли в хороший музыкальный интервал, в приятный. Вот то, что вы сейчас слышите, это когда сначала неприятный музыкальный интервал звучит. Диссонансный. А потом вдруг он превращается. Мы прибавляем чуть полтоника, да? И самое приятное, это называется разрешение. В музыке очень популярное понятие, когда ты создаёшь напряжение и потом разрешаешь его. В принципе, оно на этом и основывается. Что мы берём музыкальный интервал, который наиболее близок к самому лугозвучному, устойчивому, к октаве. Или же к тонике нашей. То есть, а это или секунда, она прямо в полтоне от неё находится. Вот наш тоник. Вот секунда с этой стороны. А септима не доходя. То есть, они оба как бы тянутся. Тянутся в устойчивый музыкальный интервал. Тянутся в нашу тонику. Они рядом с ней, но не в ней. И вот это и называется диссонансы. Первый музыкальный интервал после нашей тоники. И прямо перед последней, перед октавой. Понятно. А какие музыкальные интервалы называются, соответственно, приятными, консонансными? Ну, здесь всё легко, в принципе. Это кварта. Это квинта. Это октава. Одна и та же нота, чё же ей не звучать. Это унисон. Ну, или же там приму могут называть. Вот. И фишка этих интервалов в том, что они не бывают. Малые, большие. Они всегда звучат. Мы их сегодня вот сейчас и запишем. Ну, кварта, квинта, октава, унисон. В принципе, устойчивые музыкальные интервалы. И есть ещё несовершенные, но тем не менее, консонансные. Несовершенные интервалы. Это оставшиеся наши терции и сексты. С ними проблема в том, что так-то они очень хорошо, благоприятно звучат, гармонично звучат. Но они же бывают малые и большие. И нужно подпирать, где звучит малая, а где большая. Поэтому они несовершенные. Ну, так вот их принято их называть. Как же используются музыкальные интервалы в музыке? Ну, в принципе, можно использовать его на одном инструменте. Последовательно. То есть, сыграть сначала одну ноту, а потом следующую ноту. Да? То есть, последовательно. Дальше можно взять эти два звука вместе. И можно использовать их на разных музыкальных инструментах. Или разными голосами, разными вокалистами. Итак, что значит последовательно? Это значит, мы взяли какую-то ноту. И хотим взять следующую большую секунду. Или же терцию. Кварту. Квинту. И то же самое, вокалисты, когда поют, они поют какую-то мелодию. И часто говорят, типа, вот там вот красивое движение. Там вот легонечко так, по секундам. Понемножечку. Или же, ой, какие интересные скачки. Идут на септиму, да? О, какие они странные. Да, как звучало интересно. Или на октаву. Как вы прыгаете на октаву и назад, вверх-вниз. То есть вы прыгаете на музыкальный интервал. Они говорят, на какую разницу голос прыгает. Вот. Это называется последовательно взять две ноты. Что значит взять вместе? Ну, допустим, вместе. Я беру две ноты с разным инструментом. По отдельности звучит как-то. Еще и не строит. А вместе. Кварта. Терция. То есть вот мы играем музыкальными интервалами. Вместе. Сейчас запишем. И что значит использовать на разных музыкальных инструментах? Это когда я, скажем, играю вот эти ноты. А он играет через октаву. То же самое. Но мы делаем это вместе. То есть как бы играют ноты вместе, но на разных музыкальных инструментах. Давайте я вам для наглядности спою сначала две ноты. То есть я буду петь один. Буду петь одну ноту. А второй человек, второй я, будет петь сначала в приятный музыкальный интервал от нее. В терцию. А потом будет петь в неприятный музыкальный от нее интервал. Ну, допустим, не знаю, в секунду там. Давайте в общем. Отлично. Вот так вот мы слушали и мимолетом узнали, что существуют такие музыкальные интервалы. Что это у нас расстояние по высоте между двумя звуками. Что есть куча всяких разных названий. Но мы в музыке будем использовать, собственно, положительные, консонансные. А это наша кварта, квинта, октава, устойчивая. И терции чаще всего неустойчивые. Вот. Также мы узнали с вами, что бывают неприятные музыкальные интервалы. Да, это секунда и септима. Они находятся рядом с тоникой, с нашей нотой, от которой мы начали отсчет. Прямо рядом с ней. Но не она. Рядом, но не она. И поэтому, соответственно, вносит такой диссонанс. Типа хочется поближе к ней сдвинуться, в эту октаву прийти. Это называется эффект разрешения. Создание напряжения и разрешения. Вот. И мы с вами узнали, что бывают музыкальные интервалы минорные, малые. Что-то переводится минор-малые. И большие. Мейджор. Мажорные. Вот. Мажорный вносит приятный. Эхей. Оттенок веселый, добрый. А минорный грустный. Вот сколько мы все нового узнали. Однако, это все клево. Но как же играть на гитаре? Поэтому сейчас мы запишем, как играть на гитаре музыкальные интервалы. Из которых, собственно, и состоит чаще всего наша музыка. Итак, мы рисуем на асфальте красным маркером нашу тонику. Ну, давайте нарисуем ее вот здесь. Я нарисовал пятую, четвертую, третью струну, пометил. Тоника. Неважно, в каком месте на грифе. Абсолютно неважно. Допустим, мы возьмем третий лад. Хотите пятый. Можем третий. Как хотите. Вот у нас третий. Можем четвертый. Вот пятый. И от него можно построить такой музыкальный интервал, как квинта. Квинта. Зажиматься он будет на струну ниже и на два лада впереди. Как так получилось? Ну, если мы будем переносить ноты, то три с половиной тона она. Полтона. Тон. Полтора. Два. Два с половиной. Три. Три с половиной. Двенадцатый лад. Три с половиной тона. Это наш квинт. Двенадцатый лад. Если бы мы хотели сыграть последовательно, мы, может быть, так бы и скакнули. Нам же надо вместе сыграть. Мы же хотим плотный звук, созвучие сделать, двузвучие. Вот. Поэтому нам надо перенести наш двенадцатый лад на седьмой по системе минус пять. Или если вы все-таки учили ноты, то вы знаете, что, собственно, пятый у нас двенадцатый лад открытый. Это одно и то же. Это нота ля. И нота ля у нас находится здесь. Вот. То есть, если вы знаете ноты, то вам даже считать вот это вот все не надо. Если вы не знаете нот и еще пока не умеете считать, ну, совсем маленькие, то мы зарисуем схемку. То есть, зажимается он у нас вот так получается. Рисуется он вот так вот. На струну ниже, на два лада впереди. То есть, я ставлю палец и ставлю вот здесь вот. Хотите с безымянной, хотите мизинец, не имеет значения. Можно сыграть по очереди, можно сыграть вместе. Можно двумя пальцами дергать. А вот. Это называется у нас квинта. Запомнили визуально. Попробовали сейчас прямо на гитаре. Естественно, будет конспект. И там все это зарисовано. Сейчас вы все это не запомните. Вот. Квинту изучили. Как же нам зажимать кварту? Не, давайте, как нам зажимать октаву. Октава зажимается почти как квинта. Только еще на струну ниже. Вот так вот. То есть, через струну. И на два лада впереди. Одна и та же нота. Если мы знаем ноты на грифе, то, естественно, мы это видим. Что у нас здесь ноты ре. И здесь ноты ре. Между ними музыкальный интервал октавы. Мы сыграем гамму. То есть, ее слышно. Это та же самая нота. Вот она, октава. Вуаля. Следующий музыкальный интервал это кварта. Это когда под нашей тоникой, прям под нашей тоникой, зажимается еще одна струна. Тоника. Главные ноты. Основа всего. Кварта. Прям под ней. В принципе, кварту можно встретить в такой, в рок-музыке. Олдскульной. Я не знаю тональность, ребята, как хотите. Хоть это там уж какая-то классика. Но вот кварту допустим. Олдскульной. То есть, просто две ноты друг подружкой. Это музыкальный интервал кварта. Тоже дает только роковое звучание. То есть, мы с вами знаем уже квинту. Кварту. Октаву. В принципе, если эта октава отнять полтона То вы помните, я зажимал септиму Да? Ну, бокс не И у нас остались еще терции Так вот, терция Вы помните, их бывают два вида Малая и большая Малая Будет зажиматься Как квинта, но в другую сторону Вот так вот Чувствуете, неплохо звучит Добавим сюда кварту Квинту Мы играем три положительных музыкальных интервала И у нас получается мелодия Вот, это называется у нас получается малая Как же из малой сделать большую? А это прибавить полтона То есть наш палец сдвинуть на полтона выше На один лад выше нотку взять И посмотрите, она получается стала подобрее Вот минорная грустная А вот мажорная веселая Минорная Веселая Есть такой оттенок небольшой Красная Это мажорная Терция Зажимается вот так Синяя Это минорная Холодный оттенок Почему называется музыкальный интервал несовершенный? Потому что мы не можем, как взять нашу квинту, допустим И играть Играть ее Или же кварту Мы не можем взять терцию и играть ее Ну как-то не очень А вот если я буду подбирать, зная На гусике не очень звучит Но факт в том, что если я знаю, какие терции подбирать, то они звучат Поэтому они несовершенные И пока что вы их, к сожалению, не знаете Но вы можете взять и сыграть подряд Скажем, все музыкальные интервалы, что вы усвоили Начать с большой терции Перейти на кварту Поставить квинту Октаву И назад Можно вот так вот Ну какая-никакая музыка уже начинает получаться Более того Помимо этого Мы можем соединять музыкальные интервалы То есть Вот наша терция Мажорная И от нее Мы можем поставить Кварту От нее Мы можем поставить квинту От нее можем поставить терцию Какую? Но если вы поставили Большую терцию То следующая должна быть малая А если вы поставили малую То следующая большая А не так как Инь и Янь Всегда вместе Малая и большая Мы это скоро узнаем Так вот Получается, что мы можем взять два музыкальных интервала И от второго Опять поставить Музыкальный интервал устойчивый То есть смотрите На увеличение я ставлю тонику Я ставлю от нее терцию И могу сыграть под ней Поджав наш палец Сюда вот Еще одну нотку Кварту Будет А теперь я от нее поставлю квинту Тоника оставляю Да, не возмущайтесь Что у меня такая грязная доска Это с того еще раза Я куплю новую Ну если это вам все надо будет Так узнаю, что это вам все надо Так куплю Выпуски-то я снимаю заранее Так вот Если мы поставим квинту Мы от нее также можем взять Кварту Мы от нее также можем взять Терцию Мы от нее также можем взять Еще квинту То есть еще вот так шагнуть Давайте все это сделаем на гитаре Допустим Квинта От нее взяли кварту Или вместе Называется павер аккорд Квинта Плюс собственно кварта Вот Также мы можем взять квинту Это не еще квинту А помните какой у нас еще был Зависимый музыкальный интервал Секста Это после квинта Следующий музыкальный интервал Если мы растянемся Еще сюда чуток Ну вот хватит нам растяжки Музыка Это мы взяли Квинту И от нее От второй ноты Мы взяли еще раз квинту Мы взяли сексту Мы взяли кварту Лучше всего звучит И мы взяли собственно терцию А почему такой вот у нас Эффект разрешения Услышали? Почему кварта звучит Лучше всего в этой позиции Да потому что Между нашей основной нотой Первой и квартой Получился музыкальный интервал Октава Да А вот здесь вот Получилась та самая наша Сама не звучащая септима Но С квинтой Можно играть Но За счет того что получается От нашей второй ноты Это терция Звучала? Так вот Вуаля Вот 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 она Вот она музыка Получается есть музыкальные интервалы Основные это Кварта Квинта Собственно терция И октава И мы можем их комбинировать И мы можем их комбинировать И в этом ваша задача на сегодня Вперед творчество Итак Ваше условно-теоретическое задание на сегодня Это потыкать музыкальные интервалы В ВКонтакте будет скрин Ну вы также можете перерисовать отсюда схемы Все это попробовать Но ВКонтакте будет скрин конспекта Где будут изображены все музыкальные интервалы Помимо этого Там будут указаны музыкальные интервалы Сложные Потому что бывают музыкальные интервалы Которые за пределы октавы уходят Всякие Но, накурт, дец, макурт По сути это даже самая октава И плюс секунда Октава плюс терция Октава плюс кварт Октава там плюс септима И вот они там вот так вот тоже Растягиваются Всякие мудреные названия Их обычно в музыке не используют Они есть Но за счет них За счет них Делаются очень интересные Также ходы и дополнения О которых мы с вами позже узнаем Поэтому знайте, что они есть Но пока что вам Все, что нужно запомнить Это терция Это квинта Это кварта Ну и октава Это две одинаковые ноты Как они зажимаются на гитаре вместе В конце я вам предоставлю Небольшую связочку Из-за одного из моих старых видео Где я играл на одной гитаре одну партию А потом прибавляется вторая И вот вторая Первая играет нотки А вторая потом начинает играть их в терцию И становится сразу так богато Двояко Звучение удваивается И очень часто это применяется На соло партиях Не только на таких вот Мелодических линиях Или же в хоре Как и вот Поют по терциям часто Дальше И дальше я начал играть на Собственно квинтах И потом сверху октавы И это тоже звучало Красиво, интересно Когда один рисунок играет по квинтам Устойчивый музыкальный интервал А второй играет по октавам Вы увидите Как это применяется в музыке И на самом деле К сожалению В рок-музыке На этом все Серьезно То есть вот Используя квинты Октавы Кварты И терции Строится большинство Альтернативной музыки Вы скачаете Всю их дискографию В табах В табулатуре И вы там ничего нового Не увидите Все будет поддаваться Законам Тех самых музыкальных интервалов Которые мы сегодня изучили Однако мы-то С вами Узнаем намного больше Намного более интересного И будем пытаться делать Интересную Качественную Интересную для себя В том числе Музыку На сегодня все Ставь лайк Пиши комментарий И в общем-то Если что Обращайтесь Я на связи В группе ВКонтакте Все есть Все Всем пока До новых занятий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok